что вы думаете по поводу отношения населения к русскому кино почему она негативное основном негативное отношение у населения негативное отношение у блогеров и их потребителей не надо эту социологию примитивно выстраивать на том что люди пишут в интернетах доля русского кино в прокате и интерес к ему страны зрителя растет а не падает у нас были годы когда был один русский блокбастер большой фильм или там пару теперь смотрите за последний ну не знаю год-полтора что у нас вышло с десяток больших фильмов тут экипаж тут викинг 28 панфиловцев и притяжение и дуэлянта и фильм большой сейчас будет матильда я не оцениваю сейчас их качество разговор вообще не об этом о том что фильмов больших много люди на них ходят авторское кино наше в полном порядке три русских авторских фильма были на каннском фестивале кроткая нелюбовь и теснота три штуки я бы не плакал по русскому кино его зрители мне кажется все у них хорошо дмитрий маму ли около 10 лет назад в журнале сеанс писал что сейчас главный герой в кинематографе это негодяй и никто иной не может главным героем какой на ваш взгляд сегодня героев кино во первых то утверждение димы с удовольствием бы оспорил мне совершенно не конечно главный герой негодяй мне извините я скажу скучную вечно мне кажется что борхес был прав на касательно четырех историй есть только четыре истории героев тоже ограниченное количество и не надо думать что каждое десятилетие или даже каждое столетие искусство сможет порождать нового героя такого не бывает иногда происходят глобальные сдвиги вот там шекспир написал гамлет и родился герою которым была рефлексия не только действия вот такой сдвиг раз там в 500 лет происходит и с тех пор у героя есть рефлексия будь то обломов или человек без свойства или даже герой кавки у него имени нету портрета нету а рефлексии есть с одной стороны герои их можно каталогизировать по методу пропа описать какие-то типы героев сейчас этим заниматься конечно не буду а можно ударяться в специфику героя конкретной страны культуры времени я не думаю что у сегодняшнего времени кино в россии в принципе есть какой-то один стабильный герой был такой герой это был саша белый из бригады перед этим данил багров они были во многом похожи во многом нет но у них были общие черты сейчас героя из романтического криминального мира больше нету в нашем кино герой из какой-то другой сферы не появился потому что политического героя который был бы против системы наш кинематограф никто начиная с самих продюсеров сценаристов режиссеров не пустят а в героя пришедшего из власти никто не поверит мы живем в нашем кино сегодня в безгеройное время и не случайно герои того же звягинцева персонажа этого звягинцева они скорее страдательную функцию чем героическую скорее не заложники системы искусство кино сейчас запустила синематеку искусство кино расскажите в чем цель ну то есть цели несколько есть цель для нас для искусства кино критика кино не должна быть оторвана просмотра кино когда ты пишешь многое сложно о фильме о людям негде его посмотреть то твоя работа становится бессмысленной и бесполезной если же ты пишешь только о тех фильмах которые и так показывают то ты становишься каким-то прислужником проката это тоже неправильно и поэтому мы решили сами показывать фильмы фильмы которые мы рекомендуем считаем правильными для просмотра необходимыми в некоторых случаях это часто старые фильмы классика но мы намереваемся показывать и новые фильмы тоже обязательно устраивать премьеры свои синематека это показ кино который вы не увидите в типовом мультиплексе и это всегда показ кино с предисловием а в некоторых случаях у нас будут и послесловики это дискуссии разборы фильм после показа наша синематека мобильная фильм плюс лектора или фильм плюс лекция могут приехать в любой кинозал в любой город куда только захотите если видео показалось вам интересным нажмите мне понравилось и подписывайтесь на канал заходите на сайт в раздел я хочу поддержать проект чтобы сделать пожертвование if you find this video interesting click like and subscribe visit our website click support the project to make a donation